Сегодня в студию программы «Днями» мы пригласили одного из лауреатов специальной премии Могилевского облсполкома «Человек года». Наш гость – главный врач Могилевского областного онкологического диспансера Антон Лысов. Здравствуйте, Антон Иванович. Здравствуйте. Ну, занеси не на доску почета. Надо спросить, что чувствуете. Обычно все говорят, это не моя заслуга, заслуга коллектива. Да? Так? Ну, в общем-то, это так, конечно. Единственное, что я скажу, что человек, когда как-то отмечен, он должен еще, наверное, больше работать, больше чувства ответственности, потому как много у нас всяческих еще дел предстоит сделать. А на ближайшее время всяческих дел. Но вот сейчас новый операционный блок, да? Вот скажите, он прежде всего для чего нужен? Это новые технологии или просто больше операций, больше мест? Нет, это не только больше операций, больше мест. Это само собой. Где-то мы же делаем около 4,5 тысяч операций в год у нас делается. Но на сегодняшний день уже, будем говорить, хирург и скальпель – это не совсем правильно. Это вчерашний день. А сегодня оборудование плюс умение и грамотность персонала – вот это дает возможность двигаться дальше. Сегодня все чаще выявляются опухоли злокачественные в ранней стадии, когда можно делать не такие огромные операции, какими мы занимались 10-15 лет тому назад, а эндо-видеоассистированные операции. И вот ввод нового операционного блока способствует, потому как планируется закупка такого оборудования. Наши уже специалисты готовятся к этому. Обучаются, да? Обучаются, конечно. Многие уже обучились. Многие обучаются, проходят обучение. И совершенно иные подходы уже будут, понимаете? В Могилевской области много ли сегодня онкобальных? В Могилевской области у нас есть так называемый канцер-регистр, где регистрируются все пациенты злокачественного образования. На учете у нас стоит более 33 тысяч пациентов уже. Такая цифра достаточно серьезная. Это достаточно серьезная цифра, которая говорит о том, что болезней не становится меньше. Но врачи говорят, что рак – это не приговор. Но очень мало случаев таких вот исцеления, забыть, жить дальше. Почему так? Я не могу с вами согласиться, что очень мало случаев. Статистика говорит, что это не совсем так. 56% с лишним, то есть 56 больных из 100 людей, которые заболели, они живут 5 и более лет. С этого года уже, с прошлого года начались так называемые скрининговые программы. Эта программа направлена на выявление злокачественных новообразований, которые еще не проявляются ничем. Вот. Это рак предстательной железы. Это много мужчин, да. Это, будем говорить, колоректальный рак, который сейчас прогрессирует по тому, как 30% болезней злокачественных от нашей еды и от нашей, будем говорить, образа жизни и от курения в том числе, понимаете ли. Едим химию, курим, не двигаемся. Получаем болезни. Вы знаете, вы работаете в такой, на мой взгляд, сложной области, постоянно встречаетесь с людьми, которым нужно преодолеть тяжелые болезни. Любите ли вы свою работу и за что? Это очень такой интересный вопрос. Вы знаете, когда в детский сад приходят дети, они приносят воспитателям много радости. Да. Да. Они приносят много улыбок, много открытий. Вам приходится встречаться с людьми, которыми сложно. Ну, чаще всего люди заходят в кабинеты, и первое, что они, это они вздыхают, второе, это они плачут. Редко заходят люди, которые улыбаются или приходят по какому-то другому поводу. Однако, я вам должен сказать, что жизнь любого человека начинается с мечты, правда? Точно так и я не исключение. Еще очень давно, учась в медицинском институте, мне почему-то вот мне хотелось делать операции на пищеводе. Да, это пот и кровь, это очень тяжелая хирургия. Вот, но тем не менее, мне это нравилось, тем не менее, хотелось помочь пациентам, хотелось помочь людям. Ну, вот так и получилось. Поэтому, наверное, зато я люблю эту профессию, я уже много лет в ней работаю. Вот и все. Я желаю успехов вам и вашему коллективу, все равно, чтобы поменьше болели. Спасибо. И вам здоровья. Спасибо.